На велосипеде в старый свет. Запорожские любители педальной двухколесной техники стали участниками европейской велонедели. Спустя 9 тысяч километров вернулись домой. О своих впечатлениях рассказали нашим корреспондентам. 15 запорожцев, которые представляли Украину в составе сборной на европейской неделе велотуризма, выгружают велосипеды на перрон. Они в пути уже почти месяц. Стартовали из Запорожья 15 июня. Успели увидеть Италию, Польшу, Испанию и Францию. Преодолели в общем около 9 тысяч километров. Сейчас вернулись домой и все разговоры о чудесах Старого Света, увиденных во время поездки. Каждый день совершали очень интересные маршруты, которые включали исторические какие-то места, памятники, были экскурсии. То есть был переплетен спорт с культурой. Каждый вечер мы купались на побережье Атлантического океана. Это самые запоминающиеся дни, которые были в нашей поездке. Атлантический океан, конечно, покорил всех. Марк – самый младший участник велопробега. На его счету около 400 километров пути. Ему больше всего запомнился старт. Первый большой старт в его жизни. Мне запомнился старт, как мы все поехали. Все полторы тысячи человек поехали одновременно. Это самый запоминающийся момент. Спортивный азарт оказался настолько силен, что даже переводчица группы из Запорожья присоединилась к велосипедистам, впервые преодолев столь длительную дистанцию. На восьмой европейской неделе велотуризма Украина заняла четвертое место в общем рейдинге. Председатель Европейского союза велотуризма Пьер Розе отметил такой показатель, как достижение сборной. В этом есть заслуга и наших спортсменов. Из 56 человек в сборной – 15 запорожцев. Уже в августе они отправятся в Польшу, где вновь будут крутить педали за Украину. А пока отправляются на все тех же велосипедах по домам.